До 9 августа в Красноярском крае приостановлена деятельность детских лагерей. Здоровительный сезон в них до сих пор под вопросом. В то же время продлена работа дежурных групп детских садов. Посещать их могут только дети родителей, которые работают. Также до августа уже точно останутся закрыты сауны и бани. Но многие жители Каннска такие меры одобрили. Конечно, наверное, нужно. Люди же не берегутся, ничего. Всегда нужно быть осторожными, лучше перестраховаться, тем более дети. А вот ограничения на продажу спиртного, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены. До этого приобрести их можно было только до 18 часов. Теперь же реализация товара будет осуществляться в прежнем режиме. Также с сегодняшнего дня в регионе откроются летние веранды ресторанов и баров. Обязательным условием работы для них является соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Самоизоляция внесла свои коррективы в работу любого ресторана. Кафе и так далее. То есть очень долго мы готовились к открытию. Скоро порадуем новым меню. В принципе, все. Ждем наших гостей на летнюю террасу. Отметим, теперь жители края не обязаны соблюдать самоизоляцию, но должны сохранять в общественных местах социальную дистанцию, носить средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, включая такси на остановках и в помещении открытых предприятий, предупреждают власти региона. Также в структурных подразделениях краевого МФЦ возобновлен прием посетителей. Денис Шабуров, Вячеслав Морозов, телекомпания «Аканск», 5 канал.